В этой роще произрастает 173 дерева оливы. Сейчас студенты и волонтеры собирают первый урожай этого года. Платы пойдут на производство оливкового масла. Опытная площадка расположена в Форосе. Специалисты Центра опережающего научно-технологического развития при Крымском федеральном университете говорят, что климат в этом месте лучше всего подходит для выращивания субтропического дерева. Из всех зон, где можно было бы культивировать оливку в открытом грунте, это именно Форос. Поскольку климатические условия здесь наиболее подходящие для нее. То есть зима не такая холодная, морозы не так сильно наступают, не так сильно промораживают почву. Поэтому оливка, поскольку она не морозоустойчива, для нее это основной фактор для ее культивации, чтобы не было сильно холодно. Первые саженцы оливы появились в этом месте еще в 2009 году. Специалисты также выращивают экзотические плоды в теплицах Центра. Территория принадлежит Крымскому федеральному университету. На ее базе мы культивируем оливку, культивируем субтропические культуры, занимаемся их развитием, их усовершенствованием и дальнейшее выведение культурных интересных форм, сортов, которые перспективны на данный момент. У нас есть гранат, у нас есть инжир, у нас есть зизифус и у нас есть хурма. В планах еще попробовать актинидию. В первый день на уборку урожая вышли студенты Крымского федерального университета имени Вернадского. Перед работой ребята послушали подробный инструктаж. Олива требует бережного отношения. Сбор происходит очень аккуратно, поскольку плоды во время созревания, они очень, скажем так, хрупкие. То есть главное не их сильно повредить. Срыв делаем с плодом ножки аккуратно, то есть не дергаем, не срываем ничего. Когда плод начинает спеть, он сам очень хорошо отделяется. Приехала, я вам скажу больше, я приехала сюда после Темирайзской академии учиться. И как студент, прошедший бакалавриат в Москве, могу сказать, что здесь вообще огромная площадка для приобретения новых знаний, умений, которая очень-очень ценна. До этого я не имела вообще представления ни как готовить масло из оливы, ни как ее собирать, ни как вообще она произрастает и как выглядит. Первый урожай пойдет на производство масла, и лаборанты проверят его качество. Одна из задач центра – культивировать оливу, приспособить ее к условиям жизни на полуострове, чтобы в будущем у селекционеров была возможность выращивать для личных целей свои деревья. Собирать плоды в Форосе будут два дня, а за это время ожидают урожай в пределах 200 килограммов. Это примерно 15 литров оливкового масла.